Слушаете вы свое радио? Ну, я так понимаю, что отрываться от своих радиоточек вы не собираетесь и правильно делаете. Каждый будний вечер с 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседу-беседуем, песни о нем свои поют, музыку играют. Ну, в общем, ничего нового, я вам скажу, сегодня не происходит. И группа, которая здесь сегодня, ничего нового из себя не представляет. И эфир сегодняшний, скорее всего, будет повторением тех прошлых, которыми они уже нас одарили в свое время. Но традиция есть традиция. Главное, что вы улыбнулись, это же важно. Единственное, что сидит один-единственный человек с серьезным лицом, но мы с ним сегодня отдельно будем разговаривать. Да, традиция есть традиция. Сначала что-то играете, а затем, естественно, я вас представляю, и дальше уже мы начинаем нашу беседу. Окей? Как всегда, живой звук в программе живые. Погнали. Подсолнечное масло запахом и хлеб, вкус детства, мечта, меч деревянный. И велосипед, что может лучше быть. Скучаю по маме сотни тысяч лет. Сослан в рай. Лето с друзьями набиваем шишки-синяки. Мечтаем, как дальше жить. И еще двадцать лет до осени, когда тебя я встречу и сойду с ума, перевернется мир. И еще двадцать лет до осени, когда мне станет мало твоего тепла, твоего тепла. И еще двадцать лет до осени, когда тебя я встречу и сойду с ума. Мои кумиры, которых больше нет, горели огнем. Ярко их пламя превращалось в песни и стихи и грело сердца людей. Ломались судьбы, ломались голоса в подъездах, домов, в парках. Все было впереди и я не замечал песок календарных дней. И было двадцать лет до осени, когда тебя я встречу и сойду с ума, перевернется мир. И еще двадцать лет до осени, когда мне станет мало твоего тепла, твоего тепла. И еще двадцать лет до осени, когда тебя я встречу и сойду с ума. И еще двадцать лет до осени, когда тебя я встречу и сойду с ума, перевернется мир. И еще двадцать лет до осени, когда мне станет мало твоего тепла, твоего тепла. И было двадцать лет до осени, когда тебя я встречу и сойду с ума, перевернется мир. И еще двадцать лет до осени, когда мне станет мало твоего тепла, твоего тепла. И еще двадцать лет до осени, когда тебя я встречу и сойду с ума, перевернется мир. после 11. Хочу сообщить вам, что эту группу мы любим. Ну, мы любим многих, но вот есть особая любовь. Особая любовь, особое чувство, которое мы испытываем к разным коллективам. Вот это тот самый случай, когда могу сказать, что когда речь заходит о группе по... Морячок молчи. Когда речь заходит о группе после 11, мы всегда улыбаемся, у нас появляется теплое чувство внутри, потому как эти ребята замечательные и в творчестве, и в человеческих своих отношениях, и, собственно говоря, во всех смыслах. И были они здесь год назад, как раз, когда только-только все начиналось. Первыми они были здесь. Они первыми давали свое выступление живое тогда, когда мы только-только начали работать. 26 октября буквально вчера год нам исполнился. Илья Пастернаков, вокал, гитара, лидер. Хотя тут в этом коллективе все лидеры. В общем, привет. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хочу всех представить тогда. У меня просьба большая будет вот к этому микрофону. Хотя бы раз за эфир подойти поздороваться с аудиторией, потому что в те вас все равно слышно толком не будет. Андрей Зверьев, клавишный бэк-вокал. Андрей, будь добр. Здравствуйте! Я попросил подойти. Ты знаешь, что будет, если он подойдет? Я знаю, да. Я поэтому даже не буду пытаться сейчас просить его сделать это заново. Николай Феоксистов, электрические гитары, бэк-вокал. Нет, здесь все хорошо. Время слушать после 11. Бас-гитара Александр Зубрев. У нас все время после 11. Единственный человек, у которого свой собственный микрофон в этой студии, кроме ведущего, Богдан Бобров, ударный. Добрый вечер. Вот он. Слышите, какой? Так вот он и играет. Ну и армянский морячок Карен Арутюнян, кларнет, дудук, бэк, вокал Арутюнян, Карен. Дорогой, иди сюда. Здравствуйте, Барр, здесь. Красавец, мужчина. Вот, собственно, это и есть группа после 11. Вот не знаю, как пойдет сегодня эфир, мы же все делаем чистого листа. Никаких заготовок, ровным счетом никаких сценариев. Знаю точно, что если вы увидите или услышите Карена пляшущим, значит, все идет хорошо. Обычно, если все идет хорошо, он танцует в этой студии или в других студиях, где бы он ни бывал. В любом случае, в кадр ты попадешь. Если что-то не так, он будет привязан к своему стулу, я тогда буду переживать. Я сейчас намекаю. Я тогда буду сильно переживать, что что-то идет не так, если Карен не танцует, если он не уделяет внимания, так сказать, художественной композиции. Что ты, что ты, что ты сейчас, что ты сейчас? Говорю, что я... Я просто трезвый. Ну ничего, в любом случае, хорошо, что вы здесь. Спасибо вам, что пришли. Правда, огромную благодарность. Мы вас помним, любим, чтим. Музыка ваша в ротации. Ждем всегда новинок ваш с удовольствием и с радостью. Рассказывайте тогда, с чем пришли сегодня. Что-то новое есть? Конечно, мы сыграем сегодня... Я не помню, что мы играли в прошлый раз. Кажется, две песенки из того, что мы сейчас пишем. А сегодня сыграем еще три, которые войдут в наш новый альбом. То есть альбом пока нет, загадь не произошло. Ой, ну в связи с событиями, которые сейчас, вот мы о них расскажем позже, мы приостановили запись, потому что чисто физически не успеваем. Ну события значимые. Да, так полагаю. Достаточно интересные для нас, необычные. И об этих событиях мы тоже будем разговаривать, конечно же. Я сейчас сообщу, как с нами связываться. 46-47, это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала свои пишите. Этот префикс обязательно, иначе сообщение уйдет куда-нибудь, но не к нам. Свои, пробел, а дальше все, что хотели бы сказать сегодня. Либо коллективу, ну может быть эмоциями какими-то поделиться, либо это могут быть вопросы. Группа ВКонтакте, официальное сообщество своего радио. Все там понятно и очевидно. Фотография давно размещена. И там же, собственно, в тексте группа после 11, коллектив выделен синим. Значит, активная ссылка, кликая на которую вы оказываетесь. Сегодня к сообществу и тут же становитесь, пожалуйста, участниками этого сообщества. Тогда будете иметь нужную для вас информацию о концертах, турах, мероприятиях. Кстати, о концертах, да? А поговорим о концертах, конечно, обязательно, и не раз сегодня. Туда все. Чаты. Вот что тоже важно. Работаю для вас на сайте своего радио, своерадио.фм. Там видно, в чат написано такими. Три буквы. Слово из трех букв, чат. Да, так вот там тоже можно отписываться. И там же на сайте вы обнаружите сверху плеер, такой длинненький. Вытянутый слева у него онлайн-аудио. Это чтобы просто слушать. А справа онлайн-видео с синим кружочком, кликая на который вы оказываетесь в картинке. Спасибо большое Планете.ру. Замечательной краудфайдинговой платформе. Они для нас делают видеокартинку. Там же тоже есть чат, в котором также можно отписываться. Ну, в общем, все, что касаемо коннекта, с нами я рассказал. Ну, теперь надо, наверное, вот сейчас прямо еще что-то спеть, чтобы закрепить, так сказать, успех. Вот когда будут какие-то новые песни, ты говорил, одна. Ну, вот сейчас хотим сыграть не новые, чтобы люди, как ты говоришь, узнали, кто в эфире-то. Ну, так по первой песне все сразу все поняли. Но, тем не менее, давай еще. Но если кто-то еще вдруг сейчас только подошел. Давай, давай, давай. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня после 11. Поехали. «Живые» здесь сегодня после 11. Белая, загорелая, но все же белая Смелая, через солнце в глазах отражение Звонкая, засмеется и мне снова радостно Гибкая, обошла все капканы сердечные Влажная полоса вдоль соленого берега Счастье ли поколено лишь быть обнаженными Искрами побежали минуты бесценные Золото каждый час нам на память останется Цветно темной ночи волосы потекли ручьями по плечам В тишине родится все, что так нужно, да Скоростью опасных горных рек Забурлила в шилах алая Быть с тобою рядом целый век Спрячемся, будем слушать, как волны скрывают след Расскажи, и разреженный воздух наполнит звук Растворен я в тебе, растворен меня больше нет Сохранил на двоих одинаковый сердца стук Может быть, будем верность лечить расстоянием Каждый раз разрезать с нетерпением облака Третий Рим Город грез, я опять не вменяем мы Или грим, что за тайны тревожит твоя рука Цветно темной ночи волосы потекли ручьями по плечам В тишине родится все, что так нужно, да Скоростью опасных горных рек Забурлила в шилах алая Быть с тобою рядом целый век мало мне Скоростью опасных горных рек Забурлила в шилах алая Быть с тобою рядом целый век мало мне Забурлила в шилах алая Забурлила в шилах алая Целый век мало мне Быть с тобою рядом целый век мало мне Быть с тобою рядом целый век мало мне Целый век мало мне . сегодня, и, собственно говоря, кто эти люди, но мало, на самом деле, в стране людей, которые не знают группу «После 11». Вот смотри, Оленев Илья пишет, вот что, ребята, у вас очень славная музыка. Бывало, сидишь, пишешь песню, а потом обнаруживаешь, ёшкин паровоз, это ж «После 11». Они уже это написали. Засада, блин. От вашего творчества сложно отвязаться, получается, но с трудом. Спасибо, братцы. Это вам коллеги. Да и вам здоровья. Значит, надо сказать ещё так, чтобы сразу. Определиться за звукорежиссерским пультом сегодня Сергей Дебальский. Рекомендую ваши овации, аплодисменты на предмет звука, который вы слышите. Я ещё раз всю жизнь буду винить себя за то, что в своё время называл его Кареном. Карен, дорогой. Я исправился, больше не будет этого никогда, потому что тогда, я помню, на прошлом эфире он так расстроился. Карен, Карен, какой я Карен, я Карен. И вот что, для того, чтобы как-то закрепить успех, на тебе шампусик, пожалуйста. Мне нельзя. Можно. Я хочу, чтобы ты танцевал. Возьми, пожалуйста, шампусика. Извините, братцы, что только ему. Просто осталось немного. Я не пил ещё. Пей, дорогой. Это твой. Товарищи ГИБДД слушают свои радио? Нет, ну я глоточек сделал. Но они хотя бы будут знать тогда, где он. Не будут. Я на зелёной шестёрке, ребят, езжу. Номера белые, да? Рассказывайте, давайте. Просто потому, как эту историю, мне кажется, таить нельзя. Да, и об этом уже пишут. Главная сцена, все дела. Каким боком вас туда занесло. И, собственно, это, видимо, и выбило немножечко вашу запись, да, из ритма. Ну, собственно, да. Потому что это репетиции, съёмки, подсъёмки, ещё репетиции. Ну, вообще, я тебе скажу так, что это очень интересно. И мы туда... Первый сезон мы смотрели, что там происходит. Потому что были, ну, так, вопросы. Что это за конкурс? Чем он отличается, допустим, от голоса? Всё-таки мы идём командой. А в этом году решили сходить, поиграть, потому что конкурс это всегда, какой бы ты там ни был, опытный, долгоиграющий. Это всегда некое такое почти экзаменационное волнение, как всё прозвучит, хуже ты или лучше других, вообще чего ты стоишь, как ты поёшь именно в таких условиях, несколько, так, скажем, конкурсно-экстремальных. Потому что это всегда... Ну, и сложности по звуку, потому что людей много, кстати, в этом отношении они большие молодцы, потому что команда, которая занимается звуком, работает просто отлично. Ваше участие в этом всём каково? Это... Мы не поём там своих песен, мы приняли условия, идя туда, первый тур. Только чужая, да? Да, это песни... Как раз-таки, чем отличается этот проект от Голоса, там нет западного, как бы там западных исполнителей, только наши композиторы, либо что-то наше такое, скажем так, в хорошем случае советское, либо наши композиторы замечательные, которые там, ну... Не забыты, конечно, но это возможность сыграть песни некоторых из них в своём видении, в своём звучании, песни кинофильмов, что-то ещё. Ну, в общем, такие вещи, которые люди знают, конечно, но знают в оригинале, а тут есть возможность немножко в хорошем смысле поиздеваться над этими вещами. — Послушай, меня всегда интересовала вот какая история. Вы же коллектив, пардон, известный, вы же коллектив не молодой, но так вот начинающий, да? В этом конкурсе, получается, принимают участие все? — Ты знаешь, мы там много знакомых встретили, да? — Да? — Просто нет. С одной стороны, я понимаю ваше стремление и ваше желание, да? Это понятно для любого творческого человека засветиться на темпаче на федеральном канале. Это всегда полезно. Это всегда даёт какой-то... Ну, какой-то выхлоп даёт. Не боитесь, например, что сейчас, ну, вдруг сложится так, просто есть примеры тому, замечательные примеры тому, ну, взять, к примеру, пардон за тавтологию, есть такая группа «Кардиобит» чудесная совершенно, Вова Золотухина. Когда они дошли там что-то не до финала, вот уже вот-вот, им тут же сказали, ну, всё, давай теперь под продюсера, он сказал, под продюсера не пойду. И в финал не пошли, сознательно не пошли, потому что слово «продюсер» для них практически матерное слово. Боятся они этого и правильно делают, потому что хотят остаться независимыми. Вот в вашем случае, что произойдёт, если вдруг такая история случится? Ну, я думаю, что нужно это рассматривать именно по ситуации, потому что пока какие-то предпосылки, чтобы нам были какие-то предложения, которые нам интересны в данном случае, в данном вообще ситуации, которая сейчас творится по поводу продюсирования именно не поп-музыки, а, скажем так, ну, назовём это хорошая музыка, да. — Хорошая музыка. — Ну, назовём это музыка, которую мы играем. — Нет, мы не о поп-музыке, а о хорошей музыке говорим. — Хорошо, хорошо. — Вот, поэтому я не думаю, если честно, что кто-то из представителей поп-индустрии предложит нам то, что мы сейчас, допустим, не имеем. Если это будет, если будем реально понимать, что это нам в нынешней ситуации даст некий толчок, если это будут какие-то там вливания хороших дивидендов, там ещё что, а не просто голосованность, типа, вот, я вам там, туда-сюда, то... В общем, будем смотреть, как и что. — Ну, хорошо. Я, например, сильно рад. Вот когда мне говорят, ну, люди разные, да, вот говорят, вот артист, которого вы раскручиваете в эфире, его заметила какая-то другая федеральная станция, и сейчас к себе взяли, значит, вроде бы как в ротацию. Это же... Я говорю, как это же хорошо. Я говорю, как хорошо? Это замечательно. Тогда нашего артиста узнают больше, шире. И тогда этот артист... Мы ради чего эту станцию создавали? Для того, чтобы артистов узнавали больше. Для меня, например, это радость, когда кого-то мы видим на федеральном канале. Хлоп, включаешь телевизор, Атамуриевский, например. В том же самом... Замлетёк. Офигенный, да, да. И мы сидим, в это время сидим, надо сказать, в месте не очень хорошем в технологическом центре. Там у нашей подруги операция была, и мы сидим у неё в палате, телек работает. И вот он тебе, Вась, на экране. Замечательно. И я получаю от этого кайфа и удовольствия, потому что понимаю, что и в эфире своего теперь его будут лучше узнавать. И теперь этот артист уже станет более известный в стране, и теперь уже наши усилия, значит, как будто бы и не зряшные. Это клёво. Я вообще не понимаю такого понятия, не вижу, смысла в этом не вижу. Карин, что ты так сукаризной смотришь? Я думаю, думаю. Нет, если говоришь, то сюда. Там тебя не слышно всё равно. Там ты думаешь, а вот сюда говоришь. Я просто думаю о ваших словах, и всё нормально. И шампанское хорошее, вкусное. Ты сейчас с кем на «вы» вот это? Со всеми. Вот туда смотрит. Со всеми-то. Это круто на самом деле, это замечательно. Вот, и очень здорово, что до какого уровня мы сейчас дошли? Четверт? Мы не можем об этом говорить. Сейчас, в данном случае, нам сказали «да». Нам сказали «да», и мы участвуем в четвертфинале. Я думаю, что его скоро покажут. То есть четвертфинал уже есть у нас? Если кому-то интересно, да, четвертфинал у нас уже есть. Всем, кому интересно, я думаю, что на следующей или через неделю будет эфир. Обычно они дают анонс, в котором достаточно ясно, кто будет. Просто кто-то писал, что вы... Опять же, все можно посмотреть на их сайте, там видно, если даже вы опоздали, или там что-то... Кто-то писал, что вы сильно удивили жюри. Вот мне интересно, я не видел этого выпуска, поэтому не могу сказать, и знать не знаю. Чем вы там сильно так удивили жюри? На голоса спели. Кого? На многоголосе. Обычно вот люди, как ни странно, удивляются. Споете сегодня? Ну, давай прям вот споем кукушку. Ай, молодцы, как. Вот пускай удивятся теперь уже слушатели своего, как жюри на конкурсе «Главная сцена». Поехали. Песня «Главная сцена» «Главная сцена» Тут овации должны быть гораздо более серьезными, скажу я вам. Ай, какой кайф. Я сейчас скажу, с каким, прямо скажем, чувством собственного достоинства Карен глянул в мою сторону. Ну как? Да нет. Он глянул, а шампанское есть еще? Да нет, нет, не верьте, я ни на кого не смотрю. Ай, браво. Я спокойно сижу просто. Вот плохо, что сидишь. Вот плохо, я пытаюсь тебя вызвать. У нас еще только вторая, третья песня, подожди. Я понимаю, почему вы удивили жюри, действительно, это супер, это здорово. И когда-то в свое время я был сильно удивлен, зная корректив, но не зная одной важной детали, в каком театре вы, так сказать, работаете, скажите об этом. Ну, до сих пор мы представляем театр русской песни Надежды Бабкиной. Поэтому и русские народные песни для вас, это, ну, в общем, хлеб. За это она нас, скажем так, мы ее заинтересовали, да. И с тех пор уже, сколько вы ее заинтересовываете? С 2003 года. Вот так долго. Ей до сих пор интересно. 12 лет как-то интерес не пропал. Да, но и при этом ребята замечательно занимаются своим собственным творчеством, за что ей, кстати, спасибо, за то, что дает эту возможность и определенным образом еще и подталкивает как-то немножко в свет. Это круто. Вон, ай, здорово, как народ стал писать. Вау, какие голоса, я в шоке, ребята, вы просто огонь. Но мы предупреждали, что сегодня здесь дело не случайное. Любимейшая, пишет Лекса, о группе узнал, а, это не Лекса, это Костя Вермушия, не так давно о группе, но нам с женой ее постоянно ставили на медляк на пошлом проза, так, пошлом прозно, праздно, пошлом празднования. И все одним, и все одним словом, понимаешь? Позапрошлогодний. Видимо, на прошлом праздновании очередной годовщины свадьбы. Вот так. С ней связаны самые романтические воспоминания за нынешний год, пишет нам Константин. Что касаемо всяческих разных ностальгических вещей, да, каких-то там воспоминаний, вы же наверняка работаете, помимо всего прочего, и на всяческих праздниках, мероприятиях где-нибудь, ну, на улице, не знаю, на дне города. Да, конечно, бывало. Да. Вот мне просто любопытно, вот сейчас я так сформулирую мысль, чтобы было понятно, что я имею в виду. Творчество у вас нежное. Вот в моем понимании, да, вот я так делю музыку, нежное, спокойное как бы, да, музыка сама по себе очень мелодичная, и те тона, полутона, которые вы находите, меня всегда удивляло. Просто очень мелодично, очень красиво и легко запоминается. И самое главное, что все это, при том, что как бы вот того самого рок-н-ролльного драйва как бы нет, да, вот этой всей вот хардешности, но ощущение такое, что ты слушаешь, что это вполне себе такое вот заводное и забойное. Как вам, блин, это удается? Для меня абсолютная загадка. Вот правда, абсолютная загадка. То ли это какая-то внутренняя, то ли вы, не знаю, умудряетесь найти ритм сердца, ну это 120 ударов в минуту, да, вот ритм сердца. То ли вам удается в этих аранжировках найти какие-то ритмические рисунки, которые четко совпадают с ритмом душевным или ритмом сердца. Правда, загадка. Ну мы всегда идем от песни, не того, что бы нам хотелось, а давай-ка вот так вот поиграем, а того, что мы очень внимательно подходим к песне, о чем она, какие там, скажем так, подтексты, что можно с ней сделать так, чтобы не испортить, но в том числе, чтобы она была, именно нам интересно, чтобы нам было приятно играть. И если это от нас идет, как бы такая хорошая подача энергии, то, естественно, это будет интересно людям, которые понимают, о чем это играется. Ну давайте мы дальше попробуем сделать, чтобы люди понимали, о чем вы играете. Что это будет? Только не забывай о новых песнях. Конечно, вот как раз-таки новая песня, одна из новых... Которая будет в новом альтере. Да, песня называется «Портрет». Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня после 11. Поехали. «Живые» Я вижу только твое лицо, живые блестящие глаза. Не надо жестов, не надо слов, позволь придумать тебе сегодня. Запомнить, как откровенный сон Поверить в то, что никто не знал, никто по имени не назвал, ни темной ночью, ни в жаркий полдень. Кто тебя написал? Кто тебя так любил? Кто тебе доверял? Свои мысли, свои тайны. Мир в твоих глазах так красив, так красив. Твой маленький портрет так прекрасен не случайно. И сквозь распахнутое окно, Ворвался звонкий детский смех, И яркое белое полотно Мечтает превратиться в парус. Раскрылось нам на двоих одно, Как шаль, что хватит не на всех Другим искать не смыкая век И до предела повышен градус. Кто тебя написал? Кто тебя так любил? Кто тебе доверял? Свои мысли, Свои тайны. Мир в твоих глазах Так красив, так красив Твой маленький портрет Так прекрасен не случайно. Это премьера, можно сказать. Мы играли на концертах, Ну, в эфире нет. В эфире не звучало. Значит, это премьера, Это одна из тех песен, Которая войдет в новый альбом. А альбом вы, Ну, наверное, уже не планируете. Когда? В принципе, пишите и пишите. Пока никак, потому что... Я понимаю, да. Я понимаю. Кирилл Дейнега, Дейнега, вот что пишет. Это редко кому удается, Вот я об этом сказал уже, Достичь так называемого грува Без использования всякого рода звука, Звуками искажателей. Качают текст, музыка, их подача, А все остальное, Ну, это, конечно, дело на любителях. Очень важные слова. Действительно, так и есть. Максим Зверев, вот что пишет. Доброго вечера. Всем своим живым. Моя история знакомства с творчеством После 11 такова. Небрачный сын. Просто интересно, да. В свое время, Еще когда я не был знаком С их творчеством, Я думал, что это что-то В духе Ленинграда. Но когда случился эфир на нашем, У меня был слом шаблонов. После того эфира Они плотно засели у меня в голове И в плейлисте. Ну, вот как-то так. Не кидайте с тапками, Как говорят, за то, Что с Ленинградом сравнил. Но не знал я о вас тогда. Каюсь. По скриптам. Огромный привет всем ребятам. И в особенности Весельчу Карену Из города Домодедова. Это от Максима Зверева. Карен сегодня почему-то Не особо весел. Такое ощущение, Что у него 12-я дочка родилась. Ну, слушай, что он живой человек. Сына ждал, А у него 12-я дочка есть. Максим из Домодедова? Да. Зверев. Максим Зверев из Домодедова. Мы недавно были в Домодедове. 12 лет назад. Я там просто не бываю в Домодедове. Я в аэропорту. То есть ты хочешь сказать, Что тебе пишут только Твои близкие друзья? Ну, просто слушатель, Которому нравится музыка И который тебя воспринял. А, я думал, Он меня в Домодедове видел. Ты чем слушал? Откуда он знает, Что ты весельчак? Ты так быстро читаешь, Что я только тебя слушаю. Все, разошел. Нормально. Хлебни еще. Нет, нет, нет. Хлебни, пожалуйста. У вас закуски нет? Сейчас нахлебаюсь. 46-47. Это короткий номер для СМС. Я сказал ему хлебни, Все стали пить. 46-47. Свои пробил дальше Уже все, что хотели бы писать. Читаю. СМС-ка любопытнейшая. Папа. Раз нависла тишина такая тяжелая. Да тут все папы. А мы тебя видим. Зубарята. Привет. У одного из зубарят, Так скажем, У одной. Вот недавно совершенно был день рождения. Мы поздравляем Сашу и Алену. Сколько? Кстати, 26-го же, опять же таки, октября. Два. Да ладно. То есть вот так вот. Это получается два старше нас уже. Да, на целый год. На год старше нас уже поздравляем. Как зовут? Вера. Верочка. А ну сейчас слышать нет? Вряд ли. Скорее всего слушать. Она просто видит. Она просто видит. Верочку надо поздравить, да. Надо поздравить, сказать, что два года это, конечно, еще не срок, но уже таки себе можно смотреть на человека глазами влюбленными, потому что этот человек уже что-то говорит. Она сразу говорит. Я уже большая. Вот. Я уже большая. Всем привет огромный. Всему семейству. Раз уж смотрит сейчас, так тем паче. Помаши. Вот. А какую-то камеру машешь, мне интересно. Тебя сейчас... Да, Ави, ну вот как знаешь. Знаешь, молодец, как точно знаешь, куда нужно было бы помахать. Так сколько эфиров у него уже было. Он же в камеру как за хлебом ходит. Только здесь второй, да? У него тут Россия его только сколько показывает. Кстати, очень важная, да, важная, напоминаю, для кого-то может быть эта новость совершенная, потому что вот этот коллектив первый автограф оставил на вот той нашей теперь уже знаменитой стенке. Уачи. Да, 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 Уачи. Уачи, писал Карен. Уачи. Любим. Любим вас. Ну, вы знаете, дорогие слушатели, я вам кое-что сейчас скажу, чтобы не выглядел я здесь, там, что я плохо пишу или там что-то я плохо делаю. Это неправда, да. Или мало танцую. Я вам скажу так, вот, когда приходишь на эфир в свое радио, тут начинается, даже райдер ты им не высылаешь, просто начинает сразу гостеприимный вот этот ведущий, который постоянно что-нибудь да и ждет от тебя. Ну, продюсер, конечно, Юля, она скромно сидит, улыбается, но... Но... Браво, Карен. Как и быть, ладно. Карен. Дорогой ты мой морячок. Так вот, автограф из... Слава Богу, меня не видно, как я делаю. Тебя? Хо-хо. Видно. Тебя видно. Тебя видно. Видно. Эй! Переверь! Сольничка. Сольничка. Ну, слава Богу, пришел себя. Фух, теперь все на местах. Так вот, этот автограф был самым-самым первым. Теперь та стенка, она уже все, она уже полностью исписана. Мы пошли уже дальше по периметру. И теперь уже, естественно, почти вся наша редакторская... Потолок еще. Остался потолок, да. Ну, там еще есть кое-где на... Потолок! Тебя, тебе, 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 тебе! Два глотка шампанского. Много ли надо? Надо теперь с тобой. Так вот, еще... И это к чему? Я к тому, что они были здесь 26 октября прошлого года. И первыми открывали музыкальный эфир станции, свое радио. И сегодня, на следующий день, после 26 числа, через год. И один день, они снова здесь. И то, что происходит в студии, мне лично очень нравится. Надеюсь, нравится. Вообще, мы сейчас 27-го здесь. Ну, вот тебе говорят, что от 20-го я... Я очень быстро говорю, извини, я забыл, что ты плохо. У тебя часы на день пошли. Я чуть-чуть... Чуть? Я чуть-чуть того. Начал. Я купалась. Давайте пока петь. Следующая песня называется «Колея». Из того, что будет. Как всегда, «Живый звук» в программе «Живые» здесь сегодня, после 11. КОНЕЦ. 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 Каллея Если ты не можешь больше жить, как все Если ты сошел с ума без свежести Если ты не хочешь быть, как твой сосед В этой каллее тебя дороги нет Сердце поведет тебя по темноте Сердце поведет тебя туда, где свет В этой каллее тебя дороги нет Если ты не хочешь быть, как твой сосед Сердце поведет тебя по темноте Сердце поведет тебя туда, где свет Сердце поведет туда, где солнце свет Поворот, травами заросший незаметный ход Скрытых посторонних любопытных глаз Шепотом ушать все с просвещенных уст Пирожно хранимый тайный пересказ Завтра на рассвете мы получим шанс Нет ничего, что здесь удержит нас Небо будет ясным, будет воздух, сух Двух людей не досчитается пастух Глядя друг на друга, взявшись за руки Мы уйдем по берегу большой реки Радуясь за каждый пережитый миг Думая за каждый предыдущий шаг Погружаясь в глубину твоей души Погружаясь в глубину своей души Заново рождены на этот свет Мы имеем хрупкий, но прекрасный шанс Жить, как ты когда-то научился нас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова И там информация о коллективах То ведь вы существует из 99 года Сам себе коллектив И зародились, если я по неправильному Прямо в Саратове Да, это было общежитие консерватории Если кто не знает, что историю Объяснули такими легендами Но мы всегда говорим о том, что 99 год Это вообще на первые наши Опыты, звуки, когда что-то Можно было сделать Я имею в виду о том, что мы играть Не то, чтобы по-серьезному А 99 год, это когда мы там Николай, Андрюха, я взяли три гитары и исполнили песню. Это были... У нас даже концертов не было, просто мы играли для друзей в общежитии, ну, на вечеринках. — Общежитие консерватории? — Да, да, да. — А вы играть не умели? — Ага. — Ага. — Учаясь в консерватории. — Ну, мы учились петь, а, собственно, играть в команду — это достаточно большая должна пройти какая-то дорога, чтобы... — А учились как раз на хоровом народном, да, я так понимаю? — Отделение называется сейчас отделение народного пения и фольклора. — Раньше оно называлось руководителем народного хора, когда мы там учились. — То есть вот оттуда и растут ноги. Это я, опять же, для тех, кто, может быть, здесь с вами только сейчас знакомится. — Ну, много всегда разговоров о корнях, вот почему, что, собственно, что вторично, что первично. В нашем случае, может быть, нам повезло в том, что мы изучали это, и то, что мы действительно, как бы, достаточно большое время отдали изучению народных песен в очень, так скажем, глубоком аспекте. Вот. И если говорить о наших корнях, то хотим мы этого или не хотим, что мы играем, авторское это произведение, или это, естественно, народная песня, то это всегда, ну, как говорят и как мы понимаем, слышно. Вот. Если, допустим, там товарищи с вражеского запада, скажем так, слушают свои, там, спирючел, слушают своих блюзменов, которые играли, там, в сороковых, тридцатых годах, почему мы, которые... Зачем нам смотреть туда? Нет, конечно, с уважением нужно все изучать и слушать, и много прекрасной музыки, но она есть и у нас, и есть не менее хорошие, отличные, прекрасные народные песни юга, севера, там, центрального. От чего можно черпать свою информацию? Мы вот недавно говорили с одним гитаристом об этом, достаточно такой взрослый парень сейчас. Кстати, у него пишемся. Он в свое время поиграл, он воспитанник такой западной гитарной школы, прекрасный гитарист. И он как раз-таки мне рассказал о своем таком удивлении, что я вот уже слушал там тех-то, 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 называл знаменитые имена западной школы, и тут, говорит, я послушал бабушек наших как-то. Он пошел на какой-то концерт, говорит, это же, говорит, такая кладезь, говорит, такой колодец, который вообще неисчерпан и неизведан. Я сейчас не говорю там о Бузском круге фолк-команд, которые мы с тобой знаем, допустим, ребята знают, но их не знает широкая масса, и нас-то не знают, и поэтому, почему опять уже мы пошли на главную сцену, чтобы через то, что они услышат, они поинтересовались и ходили на концерты. Вот, как я много говорю, наверное, да? Давай-давай, концерт-то подводи уже, ты очень хорошо вышел. А, ну, собственно, про концерты, да. Очень хорошо вышел, молодец, да. 6 ноября, Караоке-бар-крыша, адрес посмотрите, начало где-то в 8 часов, мы играем, ну, несколько необычную, может быть, для нас программу, даже, ну, более редкую, мы играем такой концерт реже, у нас будут приглашенные гости, будет несколько такие, скажем, камерной обработки, достаточно небольшой зал, если кто-то хочет, быстрее спешите попасть, потому что, действительно, мест, это не лукавство, места немного, и это будет некий такой, мы назвали это квартирник, потому что атмосфера места такая, что ты садишься, и, собственно, мы вот, как сейчас с тобой сидим, вот там уже будет, допустим, столик, и я буду тебе петь. Вот, спасибо. Спасибо большое. Вот, вот. Мы уже заказали столик. У меня уже есть столик, да? Карин, столик заказал? Только ничего не ешь, как-то. А то ты привык вот это вот, есть и смотреть на артистов. Вы все ведущие, вот так и любите ходить. Вам бы стол накрыли в передние ряды. Сволочь. Да. Еще 300 рублей на такси просите в конце. Зараза. Всех сдал. Всех сдал. Спалил всю контору. Я же вечер провел. Вообще интересно, конечно, сейчас было. Пока мы с тобой разговаривали, тихо-тихо, я даже не понял, что произошло. И Карен, и Богдан взяли под руки Дебальского звукорежиссера и ушли из студии. Потом оба вернулись, Карен так это смахнул под салбаску. Крови нет. Сказал, все, я думаю, все, как все. А Сереги-то нету. Хотите честно сказать? И, честно говоря, меня слегка прикрыло. Да, что такое? Вот в таких, вот в таком красивом, я так понимаю, старинном здании вы находитесь. Да ты что, это же памятник архитектуры. Да, вот мы сейчас с Богданом выбежали с барабанщиком и нашли только букву Ж. А я знаю, кстати, где МЭ находится. Букву МЭ мы не нашли. В таких архитектурных памятниках обычно буква М над буквой Ж. Не рядом, а над. Напролет выше. Ну, мы просто не стали. Вы же понимаете, что это здание строилось в те годы, когда гусары ходили выше, чем дамы. Это же историческое здание. Что, ты не знал об этом? Нет. Этому дому 375. Нет, мне просто пришлось сама сегодня здание будет желтое. Желтое, да. За желтом. Ты же понимаешь, что любое нормальное здание должно быть желтого цвета. Желтый дом, это же наше место. Любимый цвет, дорогой мой. Именно поэтому. Хорошо, что ты нашел, в принципе, Ж в этом здании. Мог бы не найти. Слава Богу, что есть Ж. Ж ж есть. Карен, молодец. У нас жалко шампанского больше нет. Не надо. Не надо. Ладно, ребятки, давайте дальше что-нибудь споем еще. Следующая песня вот как раз-таки к нашему разговору. Это русская народная песня называется «Дунули-грянули». Вот, собственно, она. Живой звук. Это, подожди, она просто русская народная, то есть это не альбумная, которая будет. Она тоже пойдет естественно в альбум. Шикарно. Погнали. Слава Богу. Дунули-грянули, Дунули ветры вдоль улицы, Дунули ветры вдоль улицы. С кем же, ты мне, ой, с кем же, ты мне, ой, с кем же, ты мне, с кем же мне Дуну, никуда не думать. С кем же мне думать, никуда не думать. Думать мне, думать мне, думать мне, думать мне, думать мне, думать мне, никуда не спать ушкой. Думать мне, думать, никуда не спать ушкай Это мне думать, это мне думать Это мне думать, никогда не радостная Это мне думать, никогда не радостная Думать мне, думай, думать мне, думай Думать мне, думай, никуда есть с матушкой Думать мне, думай, никуда есть с матушкой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Думать мне, думать никуда я смеленько Думать мне, думать никуда я смеленько Это мне думать, это мне думать Это мне думать, как все радостное Это мне думать, как все радостное Это мне думать, как все радостное Воду две минуты тому назад пришедшее сообщение Алексей Воронин пишет Шикарно, просто слов нет Обожаю дудук, а тут он пришелся Как нельзя кстати, очень здорово Это не дудук, это кларнет Я просто играю на дудуке Карен умеет играть на кларнете Как на дудуке А вообще на самом деле он умеет много чего сделать Со своим инструментом, правда Я неоднократно обращал внимание, что звучит Тут у меня звучит по-разному Он какой-то особенный или нет? Или просто это ты особенный? Да конечно Это просто Ну что тут? Нет, нет, нет Кларнет виноват Не, я могу Я могу, конечно Жестко посутить, но не буду Жестко? Ты жестко? А, ты про ротовой аппарат сейчас? Ну понятно У любого духовика он должен быть достойным Ты же понимаешь Кстати, почему, да Почему я помню по юности своей Почему девушки очень любили духовиков? О, губы-то какие О, что вы Да что вы Постоянно кружочек отрастает Да, да, да Сразу видно в темноте, где губы Просто понятно Ого, сколько у вас, ребята Свеженько Ого Вот эта шутка попозже дойдет Пишет опять же Зубаря-то пишет Свеженького сколько у вас? Что, не слышали? Действительно, не знали, что ли Как много у вас свеженького В целом, они тебя там готовят домой Сейчас Вот Александр Шендереев пишет Вот что Всем привет Как раз именно с народных песен Началось мое знакомство с творчеством группы После 11 Но, как оказалось, группа-то очень разноплановая Приятная мелодичная музыка Слушаю с удовольствием Еще с не меньшим удовольствием Теперь и в главной сцене Посмотреть можно По скрипту А там же в главной сцене И Василий Юрьев Мы все это уже обсудили Человек пришел позже Если не ошибаюсь Он тоже в четверть в финале Надеюсь, скоро в главной сцене Все свои будут Пишет Александр Шендереев Мы тоже на это очень сильно надеемся Очень сильно Чего? Туда пойдем? Переезжаем туда Да, я бы с удовольствием Потому что своих-то хочется показывать Как можно более объемно, широко Они достойны того Чтобы их видела вся страна И, кстати, слава богу Вот не знаю на самом деле Сейчас, может быть, скажу Какую-то Несправедливую Для кого-то вещь А может быть, это покажется Кому-то слишком заносчиво Но есть у меня такое Странное ощущение Вот как-то вот все сложилось так Какое-то странное ощущение Что на артистов Которые ротируются В эфире своего радио Стали вдруг обращать внимание После того, как мы стали Чуть-чуть их вот как-то так Ну, чуть-чуть Ну, чуть-чуть Хотелось бы в это верить Просто Потому что чем дальше Тем больше мы видим В программах типа Главной сцены Там народного артиста Ну, как они называются-то еще Голос там что-то еще Какие-то еще есть проекты Давай поженимся Нет, там нет Там нет Там нет Или это предложение Там нет Там своих нет Там другие А, Андрей, ты что? Там другие Зачем тебе? Там другие Но чем дальше, тем больше Да, действительно Обращаешь внимание на то Что этих артистов Теперь показывают Это круто И это нас действительно Очень греет и радует Что касаемо Урьевского Вот интересно было бы Да? Если бы сошлись там Дальше четвертьфинал Полуфинал И в финал бы вышли В том числе и Василий Урьевский И вы Естественно Хороший будет дуэт И все, все свои Да, круто Мне кажется, было бы очень круто Замечательно Эту историю А я бы хотел, чтобы только мы вышли А так не бывает Я так хочу Нет, из финала Это уже отдельная тема В финал Должны выйти хотя бы два Ты же понимаешь Нет Нет, один Нет, один 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 Братцы, нам надо прерваться Час прошел Вот так незаметно Час пролетел Еще целый час Программы впереди И сейчас я попрошу всех Не расходиться Потому что в любом случае Мы вернемся в эфир У вас будет шикарная возможность Дослушать программу До конца Еще целый час Пока что небольшая пауза Нам проветриться Ну что ж Давайте двинемся дальше Напомню Сегодня здесь группа После одиннадцати И этот праздник Еще целый час Продолжается Пауза была долгой Без ваших песен, друзья мои Поэтому надо бы, наверное Начать сейчас сразу С песни Что это будет? Русская народная песня Смоленской области В нас на горе Калина Как всегда Живой звук Программа Живая Субтитры создавал DimaTorzok У нас на горе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Балажайка Балажайка Субтитры создавал DimaTorzok Балажайка 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 туда придется это будет необычно незабываемо еще раз скажи когда и где чтобы задыха 31 октября вечер группа дети пикассо мы их гости в этот раз либо переслать мне на телефон ну а видишь а он говорит что тут так встречают про как тебе еще встречать ну ты же шампански напоили орехами кормили красавец ну что ты это тот самый концерт которым ты хотел да сказать потому что для ребят это важно они давно не были в россии но что-то не тогда я своем концерте тоже 6 ноября получается через неделю мы играем квартирник мы вот так обозвали это будет некая такая полуакустическая программа не будет такого что там только у нас контрабас и акустические гитары но по саунду своими программ будет более скажем так камерная интимная будет много обработок немножко таких других мы приглашаем музыкантов которые не из группы приходите проведем хорошее время ну тогда раз уже концертах речь зашла я позволю себе сказать о нашем юбилейном мероприятии концерт потому что год нам исполнился мы не позвали группу после спасибо не позвали группу после 11 принимать участие в этом концерте потому что зал ограничен там всего тысячи мест я подумал что если мы позовем их просто будет катастрофа будут ходить люди по головам будут давиться и мы решили чтобы не создавать проблем никаких пока пока этот концерт провести без участия группа после 11 в другой раз когда у нас будет другая площадка большая по своим объемом карен да мы будем рады если вы нас пригласите на свое десятилетие то есть если хочешь сказать что 9 лет типа сами по себе а потом мы к вам придем не я понимаю я все эти 10 лет будем рядом каждый год она десятилетия своего радио уже вы как бы расширитесь возьмете десяти тысяч дать тебе бог здоровья 10 тысяч он неглазливый скажите не сказал застой спасибо так вот 1 ноября клуб вольта в 6 часов вечера начала в 5 мы начинаем собирать гостей то есть 5 вечера можно будет зайти туда и тусить наблюдая за тем что происходит там даже чек еще будет продолжаться одного из коллективов так вот выступают для вас в этом замечательном концерте группы nobody one dmc артерия николай гринько и грин обе рек мордор чеханте очень разнообразная разноплановая программа как и эфир собственно говоря на радиостанции и плюс очень большой и серьезный не один но один очень серьезный сюрприз еще одна группа не заявлена совершенно сознательно мы стараемся держать интригу никто про эту группу не знает даже на радиостанции мы не выдаем этот секрет мы с юлей потому что мы это знаем кто естественно а для того чтобы не кажется вдвоем дуэтом что ли споете он угадал он первый кто догадался да так вот группа которая не заявлено это совершенно срыв башки да я думаю что это сильно и и удивит и порадует и оставит свой след и отпечаток кроме всего прочего еще есть несколько любопытных сюрпризов о них я тоже пока говорить не стану но просто потому что эти сюрпризы тоже из ряда вон не то чтобы вон но из ряда таких приятных неожиданных мне бы хотелось чтобы зрительном зале люди вот такой чтобы было а вам так тем кто придет на концерт а вы должны прийти все кто может кто может сразу рекомендую заучить реплику которые должны встречать на сюрпризы вот такая должна быть реплика сложная заучивайте до 1 ноября еще есть время когда мордор будет выступать так вот билеты можно приобретать в кассе клуба вольта также на их сайте через кнопочку онлайн это можно сделать для не москвичей подчеркиваю москву мы от видео трансляции отсекаем совершенно сознательно потому что считаем что доехать до клуба вольта на савеловск это недалеко может в принципе любой желающий так что если вы живете не в москве вы сможете посмотреть видео трансляцию если в москве увольте как то уж давайте собираться вместе мы хотим на вас тоже посмотреть да те кто не придет на концерт уволим из числа аудитории радиостанции шутка безусловно но в общем смотрите есть сообщество на так называемая встреча вконтакте там все не могут может быть не все еще но очень много людей которые уже готовы прийти заходите знакомьтесь тусите я думаю что вы найдете себе и друзей а веб-зону там есть есть коры есть есть хочу прийти приходи приходи для тебя отдельную веб-зону организуем хочешь хочешь да так вот все же касаемо концертов муж заявил пена пить пить надо пить пить что это будет песня поезд как всегда живой звук программе живые здесь сегодня после 11 погнали а Поезд, граница с нами И мысли тут как тут Привет, лови, пиши Одеев красивые слова Нам очень нравится твоя больная голова В поле случайные дома, где никогда нас не поймут Лишь единицы очень ждут, когда на станции ты выйдешь подышать И женщину в толпе неловко будут утешать Ну что ты, мама, надо как-то дальше жить Я буду чаще прижать Музыка Тамбур густая пелена Здесь не жалеют сигарет Магнит дорожных тайна Соседи истина и бред Высокий градус искренних бесед Им друг без друга В этом мире места нет Ветер, не видно провода Я слышу, как они звучат Мелодия судьбы Моих любимых двух сердец Я слышу, как они стучат Я улыбаюсь Живо представляя их И вот куплет зачат ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как приятно, когда музыканты Думают не только о себе Но еще и о ведущем Заканчивается произведение Уходит фейдом музыкой Смотрит на меня Пора, пора, пора Мы заканчиваем У тебя такие глаза красивые Что на тебя невозможно Посмотри Не наливайте больше карену Это тебе хватит После 11 здесь сегодня После хорошего рабочего дня Такой кайф, как тепло-расслабляющий душ Усталость просто растворяется в музыке Пишет Григорий Гросс А вот сообщение Ну, которое немножко меня удивило Удивило и порадовало, наверное, одновременно Уж не знаю Костя Суворов пишет Карен тот еще корщик жжет Но это не важно Важно другое А вот группу-то я в первый раз слушаю Так что я счастливчик Приятно удивляюсь и людям И творчеству группы Я уверен, что Костя не совсем прав Но просто потому, что знает он ваши песни Но вы сегодня поете новые песни Большей частью Большей частью Поэтому сейчас я, наверное, буду выглядеть В ваших глазах сволочью Абсолютной Но, скажем Вот сейчас прибегусь я глазом По трек-листу 20 лет до осени Ваня Ванечка Девушка Зима До свидания, романтика Корабли пропускаем, не хотите Лампочка Лети Май Облака Пилигримы Победная Поршка Параня Садик Самолет Хулиганка Весна Рядом быть Список большой Вас много В ротации своего радио Вот что из этого, на ваш взгляд, могло бы точно ответить на вопрос Что за группа после 11 Поршка Параня Можешь сыграть Это, наверное, соединит песни, которые она как бы и известная песня сама по себе А 20 лет до осени А мы же ее сыграли Ну да-да-да, она тоже такая же, вот, известная Почему человек не узнал, не пойму Я не знаю До свидания, романтика А мы еще не сыграли Вот, нет, вот Я опять сейчас читаю Костю и понимаю, что я хочу так, чтобы вы точно сейчас сыграли песню И он точно сказал Да, конечно, знаю, блин, как же я мог не связать одно с другим Поршка Параня, да А, и если его, если, может быть, он не сначала, просто слушает Ну, может быть, он послушает эфир до конца Поэтому 20 лет до осени Думаешь? Почему нет? Ладно, хорошо Он же приятно удивлен Да, но мне хотелось бы, чтобы люди удивлялись приятно Это же важно, когда люди удивляются приятно Пусть огарчат Приятно Кстати, народ очень, уже не в первый раз отмечает И в прошлый эфир так же было Насколько вы веселые и балагуристые в беседе И насколько серьезные и глубокие в песнях Это... Это все Юра Я алкоголь Юра, да? Юра у нас У нас Юра самый серьезный Юра и алкоголь Ты вот видишь Юра и алкоголь Я должен соответствовать образу, да Сегодня буду серьезный мужчина Вот кто пишет ладони Вот, дескать, это, возможно, ответ на вопрос Ну, если, типа, таким, как бы, назовем своими хитами Да, когда ты выходишь на рок-фестиваль Там ладони, крылья Ну, крылья-то вообще, она хорошо очень прошла еще по эфирам нашего радио Да Крылья, да, она сильно цепанула Кстати, да, это тоже одна из тех песен, видимо, по которых вас должны узнавать, черт возьми Сегодня не планировали ее? Ага, хорошо Значит, надо слушать эфир до конца Я сообщаю тем людям, которые пока еще не сопоставили одну с другим А я всякий раз привожу этот пример Чтобы музыкантам не было обидно Это было три года тому назад Еще программа выходила тогда на «Маяке» Мы сидим с Григоряном в эфире, беседы-беседуем, да Вот, играют, понятно, музыка, крематори Все И вдруг приходит смс-ка Надо же Какие удивительно красивые песни Я не слышал эту группу раньше Да? Поэтому я всегда говорю, ребята, даже так бывает Поэтому не надо, если что, расстраиваться, что кто-то не связывает ваши песни с вашим именем Вот про них, кстати, тоже можно сказать, что название такое невеселое А песни так себе ничего Крематори Вы знаете, мы когда были вот сейчас на этом проекте И в этом проекте участвуем Главная сцена Мы внегласно, так скажем, закулисно придумали название группы «После 11» новой Ну так, между собой мы так называем Мы назвались группой очень Сильно веселой Сильно веселой Ну что, сильно веселой, пойдемте на сцену Ну пойдем Вот опять Мишка Мазин, впервые слышу, но слушаю на одном Да что же вы сейчас меня прям Да слава богу, что так Подожди, что же звучит так В ротации ваших песен полно То ли вот люди не слушают радио Ребята, напишите, пожалуйста, кто-нибудь Чтобы наши песни в эфире были побольше и почаще Так, Карен За твои голубые глаза Назову тебя сейчас кальтуньей А ты вовсе не колдун, не ты колдущий колдун Ай, браво Давайте, да, давайте петь Ну вот, давайте Попляшем Попляшем? Поршку паралю Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня после 11 Вот если сейчас вы не узнаете эту группу Те, кто говорит, что слушает впервые Меня это сильно удивит, правда Маня! Уж ты, порушка, параня Ты за что любишь Ивана? Я за то люблю Ивана Что головушка кудрява Что головушка кудрява А бородушка кучерява Что головушка кудрява А бородушка кучерява Кудре бьется до лица Люблю, а баню молодца Кудре бьется до лица Да, люблю, а баню молодца Уж как ванюшка По горюке покаживает Уж как ванюшка По горюке покаживает Он сапог на сапог Похолачивает Он сапог на сапог Да, похолачивает Свои крупные речи Выговаривает Своя крупные речи Выговаривает Уж как ты меня сюда Рушка высушила Уж как ты меня сюда Рушка высушила Без мороза, да и без ветру Сердце вызнобила А сейчас забудем хоровод И празднуем день рождения Своего радио С Днём Рождения! С Днём Рождения! С Днём Рождения! Уж ты, пурушка, баранья Ты за что любишь, Ивана? Я за то люблю, Ивана Что головушка пудрява С Днём Рождения! С Днём Рождения! Ты за то люблю, Ивана? С Днём Рождения! С Днём Рождения! круто что сказать но круто же замечательно слушайте вот какой момент интересный мне вдруг стал неожиданному для вас тоже вы же существует вот если так иметь ввиду зарождение еще там 99 год это же без малого уже 62 года да 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 62 с половиной я пытаюсь просчитать ты меня не сбивай смысле 9 15 лет 16 лет 16 лет 16 лет коллектив да да уже пора 14 паспорт дают уже вы уже с паспортом скоро в институт пойдем у пойдете учиться да кстати на главной сцене написали вот там пишет обычно там возраст 3 4 года 35 у нас группа после 11 15 лет да 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 так вот альбомов сколько у вас записано записано 4 и пишем 5 а чё так мало а потому что писаться мы начали эти о чем говорил что 99 год это год нашего знакомства мы профессионально начали заниматься музыкой когда приехали в москву а записали мой первый альбом 2007 и сутка будет от этого седьмого года пошли ротации пошла некая известность и мы на продал продолжили писаться потому что живя в саратове нормально записаться мы не могли вот все собственно только поэтому не написали что-то естественно но это было вне альбомов как-то там и это нельзя было показать рекрутов вы не готовили сегодня к эфиру если ты очень хочешь не просто хочу я умоляю это сделать потому что это для тех кто у вас говорят в первый раз слышит это будет еще более чем убедительным штрихом в вашем творчестве можно но если не целиком ну кузова если у тебя сегодня рождение имеют как бы смотрю на тебя говорю про радио спасибо конечно конечно но реке восьмой от меня солдат И в шапочку военную, да, заставят плакать бедную. Ой, ты не плачь, моя девчонка, чтобы не скучней тебе было. Ой, как ты дома остаёшься, а меня взяли одного. Ой, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Только возьмут меня, солдаты Только ты девочонка не скучай А и ты на бочту ходи чаще А и ты письма получай А и ты широкая дорожника Ой, я вся слезами понятна Ой, как поедай по дорожнике Скоро проедут рекрута Только возьмут меня, солдаты Шею далеко серую даду И в шапочку военную дадь Заставят лакопедную О, 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 о спасибо ребята спасибо огромное а вот сейчас я зачитаю одно сообщение я думаю догадаетесь от кого ну вот только-только пришло вот буквально первый раз слушаю живой эфир со стороны красавчики звучите крэйзи балалайка девочка солнышко только что поговорили мы один слушай дим привет мы вот без тебя как-то нет хорошо все звучит безусловно сейчас не хочу никого видеть без него лучше но нам тебя тоже не хватает спасибо вот видишь как первый раз слушает повод принесли на когда это был на вашем концерте не получается но в записи послушаешь опять у меня мрачные оттенки в настроении появляются от тем пишет светлана коваленко ну про солдат да я смотрю на юль тоже понять не могу чаю так радует там люди человека в солдат изобревают понимаешь но это такая тема как раз рекрутского мажора если говорить на песне изначально то это может быть мы этого нет несколько не передаем но вот они гуляли как последний раз когда это было как будто это было мажоре но это было страшно того что текли как а представляешь всех мажоров бы забирать в рекруты у нас бы эти по я полагаю армия раздулась бы знаешь как всех мажоров забирать не хватило бы просто и магазар мы бы эту песню мы играли вот а сейчас мы играем в город казармск это казарма номер пять казарма номер шесть это стоят люди так у каждого своя собственная казарма клёво не а на самом деле вот это мажорно было бы если армия такая салют это опять же он пишет дима салют и привет от всех и от нас тоже слушайте времени осталось как мало-то всего ничего у вас там по плану который мы наверное нарушили сколько песен можно перескочить что-нибудь если уж там штуки 3 животных не будем играть сразу по хулиганим еще успеем три штуки еще до сыграем это важно потому что и мы тут просьбы всякие разные отвешиваем но тем не менее без этих песен тоже было бы это грустно с ними как так хорошо легче становится этими песнями я бы что еще смотри альбом который будет он будет пятый когда-то вы его выпустите и понятное дело что непременно придете к нам поиграть конечно спасибо не коры он тоже будет как дима скорые я уже уйду сольный проект был понятно с фарни там да это про троллинг дима вскоре он знает что он там сидит коренный кларнет мультик коренный кларнет нет нет мультики не пойдешь когда-то он будет опять же опять же исходя из творческого какого-то такого внутреннего человеческого посыла я так понимаю что все таки основная задача ну или как бы основная основной мотив который заставляет нет не то слово который подталкивает тому чтобы заниматься музыкой это все же удовольствие которые получаете от того что делаете от того что вы вместе как я понимаю то то есть вы не стремитесь к тому что давай альбом сейчас мы релиз туда релиз сюда пусть как-то как можно больше все это растаскивают по соцсетям слава богу не обременены никаким контрактом кубы которым должны выпускать там альбом в два года что такое подобное и мы занимаемся как всегда самовыражением тратим на это достаточно многое время и здесь как бы пришло время выпустить пластинку появились песни потому что не хотелось именно знаете как будет есть песни там из того что неизвестно очень много достаточно там еще на пластинку хватит но хочется показывать то что именно сейчас то что ну естественно нам сейчас о чем мы хотим сказать как это будет такие вопросы мы ставим пластинку задачи такие ставим познакомились до публику с нами нынешними какие мы сейчас есть следующая песня не новая или а с альбома воздух кстати вот свеженькая я думаю что пока мы остановимся а хорошо хорошо как будет называться на хулиганка весна ну да но те кто может быть пока еще не связал одну с одним по этой песне тоже должны понять что это за группа я так на всякий случай как всегда живой звук программе живые здесь сегодня после 11 поехали а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хулиганка весна окружила Москву Выйди на мой балкон, посмотри на листву Белый лен сарафан будет сохнуть всю ночь Прошел дождь, мой талантливый вождь Собирая песни как дань, маскируя слезы как тон Снизу вверх поскочила гортань На двоих один зон, кто влюблёт Майский ливит твой мотельер Смой без труда макияж Радугой наш мост в облаках Мы начинаем свой воежь Собирая песни как дань, маскируя слезы как тон Снизу вверх поскочила гортань На двоих один зон, кто влюблёт Майский ливит твой мотельер Смой без труда макияж Радугой наш мост в облаках Мы начинаем свой воежь Пока! Свою радио! С днём рождения! Пока! Собирая песни как дань, маскируя слезы как тон Снизу вверх поскочила гортань На двоих один зон, кто влюблёт Майский ливит твой мотельер Смой без труда макияж Радугой наш мост в облаках Мы начинаем свой воежь Пока! Вой, 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 вой Самая шикарная оценка сегодняшнего эфира Вот только что была написана от Максима Васильева Ха! Да у них каждая песня хит Спасибо! Было больше ха, каждая песня хи Спасибо, Максим! Ха! Действительно! Ладно, я пошёл в ку! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Говорит, а давайте сыграем песню из кинофильма Там, мама Да-да-да-да-да Что я буду делать? Да-да-да-да Ку! И пойдём! Ха-ха-ха! Не пошли? Да, всё будет по-другому Ха-ха-ха! 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 Ну, это отдельная тема, как оказалось, для меня тоже откровение, Юля сделала круглые глаза, я их постарался сдержать, не делать круглыми, ну, в общем, мероприятие грозится быть совершенно неожиданным, и для нас в том числе. Ребята молодцы, познакомился с их творчеством на первых живых, на своём, ну, вот тот самый эфир начальный, теперь слежу постоянно за их творчеством, ну, и как на прошлой программе, Карен молодец! Ну, а чё ж не приходишь на концерты, дорогой? Владимир Королёв, а кто знает, может, приходит? Не, не приходит. А ты что, всех в лицо знаешь трёх своих зрителей? Всех 300 человек я знаю! Лёш Бахвалов написал, музыка безупречная, ехал один в автобусе в город, наслаждался этим творчеством, понравилась песенка «Давай в деревню», но этой группы все песни очаровательны, спасибо вам за эти песни. Давай в деревню? Вот слово, слово «очаровательное». Слушайте, а времени всё меньше, а ещё две песни нужно. Да, 10 минут. Давай пить, давай пить, наверное, меньше сейчас поговорим, побольше поём. Ну, возвращаясь к вопросу о начальном. Поехали. 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 Я не знаю, но чувствую, я не вижу, но верую Если вырастут крылья за спиной, я хочу, чтобы были белыми Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, 4 минуты до конца, как раз, видимо, на финальную песню И, в общем-то, больше нам говорить не о чем Хотя нет, поговорить-то есть о чем, но времени на это нет Завтра в программе «Живые» группа «Встреча рыбы» Для многих это будет абсолютнейшим откровением Для многих неожиданностью, я убежден, но равнодушно точно не останется Сегодня, после 11, прощается с вами «Какой песня» Спасибо всем за внимание, еще раз 6 ноября «Коралки-бар-крыши» ждем всех, друзья Спасибо вам Какой путь? «Коралки-бар-крыши» Всем пока До завтра Перестала верить чудеса Рыжая леса, белые банты Трудно удивить ее теперь Превратились бы в детские мечты Запустили змея в небеса Ветер подхватил нить не удержать Будем просто взглядом провожать Взглядом провожать До свидания, романтика Будем жить в неизведанных краях Через воды Атлантики Мы летим на воздушных парусах До свидания, романтика Через воды Атлантики Гурбай В моем сердце Антарктика Заморозила твой цветущий май Не забывай Запустили в космос корабли Дальше от тебя, выше от земли Мои чувства в клочья разнесли Мысли четкие, струны звонкие Загудела весть по проводам Как удивлена вся галактика Навсегда покинет города Раз и навсегда До свидания, романтика Будем жить в неизведанных краях Через воды Атлантики Мы летим на воздушных парусах До свидания, романтика Через воды Атлантики Гурбай В моем сердце Антарктика Заморозила твой цветущий май Заморозила твой цветущий май До свидания, романтика Будем жить в неизведанных краях Через воды Атлантики Мы летим на воздушных парусах До свидания, романтика Через воды Атлантики Гурбай В моем сердце Антарктика Заморозила твой цветущий май До свидания, романтика До свидания, романтика До свидания, романтика До свидания, романтика До свидания, друзья Редактор субтитров А.Семкин